Привет, друзья! Я так посудил, стоит совмещать приятное с приятным. Стоит добавить розыгрыш скина. Как только у меня набирается 300 подписчиков, скин будет разыгран. Как это будет? Я случайно выбираю видео среди комментаторов, которого будет выбран победитель. Далее выбираю победителя и добавляю его в друзья. Через штрафных 7 дней победитель получает скин. Что для этого нужно сделать? Первое. Конечно, быть подписанным на канал. Второе. Поставить лайкосик под видео. Третье. Оставить комментарий такого содержания с вашими данными. ID, сервер, ник, наименование скина в пределах 303, написать любое сообщение, подписался и лайк поставил, к примеру, или Зверько ты лучший. Четвертое. А чтобы быстрее набрались подписчики, делитесь видео в социальных сетях. Ну что, ребята, всем удачи! Всем привет! А перед вами гайд на Зелонга от Зверько, а озвучивает его Дикая Белочка. Зелонг – сын великого дракона, сын поднебесный. Путешествует по мирам, помогая мудрым правителям по указу дракона. Он пронзает без промедления врагов королей своим копьем и устраняет любые преграды на своем пути. Что интересно, прошлое имя Юньчжао – это действительно существовавшая личность, полководец, живший во времена династии Хань. Это примерно 3 век нашей эры. В исторической новелле «Трои царствия» описывается почти идеальным героем с сравненной физической силой и преданностью своему господину. Вернемся к персонажу, которого мы получаем еще в ранней стадии игры. Зелонг – весьма сильный боец с достаточно простой механикой в применении, но достаточно сложный в освоении мастерства. По обычаю начнем с плюсов. Высокая мобильность, множественная атака, есть контроль, высокая скорость уничтожения башен, вы герой с большой буквы. Ну и минусы – низкая степень защиты и малое количество ХП. Вот такой вот весьма избалансированный герой. Навыки. Пассивка. Каждые 6 секунд Зелонг применяет атаку, состоящую из 3 ударов, в сумме имеющую урон 1,8 от основной атаки. Урон с руки уменьшает КД способности на 0,5 секунды. Вот наша особенность, позволяющая наносить много урона в короткое время. Бросок копьем. Зелонг перебрасывает через себя противника, понижая от броницели на 10 на 2 секунды. Наш контроль. Второе. Удар копьем. Прыгает к цели, нанося урон плюс базовую атаку. Режет скорость движения цели на 30% на 1 секунду. Наш трап ловушка. Область навыка растет с уровнями. Третье. Ульта. Верховный воин. На 6 секунд увеличивает себе скорость передвижения и атака, а также дает иммунитет к снижению скорости. Быстро убегающий кот от наны. Если герой был обездвижен, освобождая от него. Это наш эскейп и способность догнать противника, если второй навык на КД. Из эмблем берем либо физически базовый, если собираемся участвовать в схватках и инициации, либо бродяжника для грамотного и быстрого пуша. Кусочек аналитики. Зелонг в нынешнем обновлении рекомендует себя как отменный пушер. Скорость перемещения по карте делает его практически неуловимым. Сколько было ситуаций, когда завоевавшаяся и выигрывающая бой команда пропускает Зелонга по дальней полосе, а парень не теряясь на сил, последнюю башню и трон. Выбор навыков. Здесь ситуативно от предпочтений. Мне нравится вспышка за возможность инициировать неожиданные позиции. Кто-то предпочитает вдохновение, чтобы усилить себя. Некоторые товарищи берут спринт или прибытие. Актуальная сборка. Ярость берсерка. Делаем ставку на нашу скорость нанесения ударов, что повышает шанс срабатывания крита в секунду времени. Крит-удары увеличивают нашу физ-атаку. Сапоги воина. Нужно хоть чуть поднять защиту, но тапки вариативны. Багровый призрак. Наша кромешная скорость ударов, которую крит повышает еще на 35%. Когти хааса. Классический отхил с удара рукой. Злобный рыб после реворка с этим айтемом. Вы в секунду уничтожаете башни. Если против вас эстов и он составляет проблему, берем смертельный клинок. Бессмертие или клинок отчаяния. В зависимости от того, как идет игра, берем или возрождение, или усиливаем себя, чтобы финишировать матч. Стратегия боя. Главное правило. Зелонг не танк. Помните об этом. Даже если соберете зелонга в танк, а что само по себе занятие сомнительное, вы не покажете результатов выживаемости Бальмонда или Чу. Ваша задача – быстрая ликвидация тонких героев. От вас сложно уйти, невозможно потерять и забыть. Вы можете инициировать файт, подскакивая к обуздуну и закидывая в лапы своих союзников. Большинство героев зелонг побеждают в схватке один на один. С вами была Дикая Белочка. Надеюсь, гайд Зверко кому-то окажется полезным. Удачных боев и приятных побед!